Самый часто задаваемый вопрос пациенту. Лучше сделать электрокардиограмму или эхокардиографию? Я вам отвечу так, что эти методы, они не взаимоконкурирующие, они взаимодополняющие методы. Чтобы вам было понятно, электрокардиограмма — это метод диагностики, который определяет ритм сердца, частоту сердечных сокращений, проводимость. Косвенно можно судить о расширении полостей, точно можно судить, если повреждение сердечной мышцы. Поэтому этот метод очень простой, доступный, безопасный и достаточно информативный. В основе электрокардиограммы снятие биополя сердца и те волны, которые вы видите, каждая волна имеет клинические значения. И для этого наши врачи-функционалисты долго учатся для того, чтобы качественно ответить, шифровать кардиограмму, ответить на вопросы клинистистов. Что касается эхокардиографии, это тоже довольно распространенное, безопасное, доступное исследование, которое нам дает ответ о строении сердца. То есть мы оцениваем анатомию, как построено сердце. В каком состоянии камеры сердца, клапанный аппарат, есть ли какие-то аномалии развития, дефекты, насколько эффективно сокращаются желудочки. Поэтому эти два метода для кардиолога, для любого другого специалиста, который интересуется вашим здоровьем, вашим сердцем, дает большую информацию, чем по отдельности. Поэтому лучше, если есть вопросы, сделать и то, и другое. Например, если пациент ко мне приходит с жалобами на боли в груди, я первым делом снимаю кардиограмму, потом делаю эхокардиографию, чтобы понимать, полностью понимать о состоянии сердца. Ну и немаловажное анамнез заболевания, жалобы пациента. Это все совокупности даст нам больше информации о состоянии сердца.